Вот реальная была история. Вот они что, мы же не выдумали, это реальная история. Да, была. Это было исключение из правил. Почему вы берете не то, вот, не Артек, не Орленок, не БАМ, а вы берете вот дерьмище и говорите, вот так в Советском Союзе. Вот вы сознательно берете дерьмище и сознательно показываете. Но было гораздо больше хорошего в Советском Союзе. Гораздо больше. Мы до сих пор не можем проесть, почему мы так сейчас хорошо себя чувствуем, ну, относительно хорошо, наша страна не развалилась, не отступили до Москвы, а потому что советские запасы. Советские запасы, мы на это живем. Где эти обещанные арматы, на которые 9 миллиардов потрачено, бла-бла-бла. А гаубица, на которой меня учили в 80-е годы стрелять, Д-30, она воюет вовсю. Они взяли эту ситуацию. Ситуация почему такая сложилась? Что началась, знаете, это, как говорится, горе от ума. Там началась индустриализация. Сам по себе позитивный процесс. Строили новые заводы, понадобились рабочие руки. Вот из деревень пришли туда вот эти татарчата. И принесли с собой вот эту свою субкультуру. И начались там разборки, банды и так далее. Туда кинули людей, милиция, комсомол. Все. Посадили, разобрали. Все. И затихло. Все. Навели порядок. Но это-то не показано. А показано, как будто бы вот эта типичная ситуация в Советском Союзе. Это не типичная ситуация в Советском Союзе. То есть реальность была другая. Именно в этом месте даже, да? Которая показана. Да. Но она была, может быть, похожая на это, да? Но не показано, как это разрулили. Там показано, что милиция, какая-то девушка сумасшедшая, которая там с подростком непонятное отношение, значит, какой-то милиционер подонок, какой-то комсомольский работник, идиот. Да? То есть, а как они могли вообще по определению разрулить? Ну, ведь это разрулили. И их всех свинтили, посадили. Тех, кто там участвовал в ограблениях, убийствах. Остальных профилактировали. То есть, привели в божий вид и заставили работать. И вот этого нет в фильме вообще. И вот эта романтизация вот этого всего, она... Да, то есть, задумка была получить бабло под антисоветчину. А какой оказался результат? Сейчас дети стали подражать. Вот сейчас дети... Вот это что? Вот по-хорошему вот этого режиссера, говнюка, посадить за этот сериал. Сказать, вот видишь ты... А кто финансирует такие проекты? Государство у нас это все финансирует. Это ИРИ, по-моему, да? Институт развития интернета? Вот это, значит, ложь глобальная, которая привела сейчас к очень негативному результату. Вот это, как она называется, АУЕ, культура, она стала... Недаром там выступал какой-то мент зашкваренный и там целую лекцию прочитал про этот сериал и сказал, что я буду в суд подавать и так далее. И что это такое? Они способствовали развитию в молодежной среде уголовных этих всех субкультур, этих АУЕ. Там, не знаю, далек от этой ерунды. Но это реально. Они хотели, значит, облить грязью Советский Союз, а сейчас в реальности дерьмища у нас и так хватает. И вот еще молодежь насмотрелась этого сериала, появились банды, драки, подражают и так далее. Вообще, хоть немножко же надо думать. А они привыкли к чему? Что то, что они снимают, никак на жизнь не влияет. Ну, вот сняли и думали, что так будет... А нет, вот получилось. Тень просто взяли, как-то сняли. Да, да. То есть они привыкли, что снимать безопасно, что это не отражается на реальной жизни. Вот в Советском Союзе отражалось. Людей воспитывали. А сейчас это так, мимо. Главное, получить в кассе свои бабки и пойти, значит, их нанюхаться чего-нибудь. И вот они, значит, не ожидали сами, что это вызовет подражание среди молодежи и так далее. Восхищение этим дерьмом. То есть это, конечно, сериал просто зашкаренный. Просто. И там даже бездарный. Этот же режиссер, он считается одним из наших гениев. Там, как... Да нет, вы что? Да. Он, его фильмы побили все рекорды проката. Я знаю, но тем не менее, он же... А я знаете, что хотела спросить? А вот люди, которые достаточно молодого возраста, там, 90-х годов рождения, они пишут отзывы в интернете. Я вот видела много очень блогеров, которые пишут о этом фильме. Отзывы положительные. Именно пишут, что да, все так и было. И у нас, и в Магнитогорске, и там, в том городе, и в том. У нас вот так было. Можно ли верить таким отзывам? Или это все-таки пиарка? Как я могу проверить? Я вырос в маленьком портовом городе. Ну, подожди, люди, рожденные в 90-х годах. 90-е, 95-е. Это фильм о Советском Союзе. Это не о 90-е, 90-е. Это фильм о Советском Союзе. Там еще нет ни перестройки, ничего. Это фильм о Советском Союзе. В 90-е, да, это было. Но он бы тогда снимал о каком-то абстрактном городе, вот, о неоказании. И там именно показана советская милиция, именно показан комсомол, именно показана советская школа. И все это показано, как совершенное дерьмище. Да? А если бы он снимал о 90-х годах, и там бы висели портреты Ленина, этого, Ленина говорю, Горбачева, Ельцина, да, то это было бы нормально. И все бы сказали, да, так и было. Ну, так и было. А он-то снимает о Советском Союзе. Он с больной головы на здоровую переносит это все. Еще раз говорю, Да, вот этот перенос он есть. Еще раз говорю, там в Казани, вот что-то похожее было. Но Советский Союз быстро с этим справился. И есть документальные фильмы, даже не надо читать книгу, есть документальные фильмы, где это показано. Фотографии, вот кого посадили, кому сколько дали, остальные, куда, что, все наладилось, все. Это было вызвано именно тем, что происходила индустриализация региона. И я, очевидно, такая же ситуация, я сейчас, когда посмотрел этот фильм, думаю, так а как же Сталину-то было тяжело, когда в 30-е годы он проводил индустриализацию. Так, очевидно, все эти крестьянские ребята, приехав в города, тут, Матерь Божия, что творили. И оказавшись без надзора родителей, который для них был очень важен, среди доступных работниц и так далее, я представляю, что тут творилось в 30-е годы, и как с этим справлялись. Ну, справлялись. И, в общем, конечно, это антисоветчина современная, это с больной головы на здоровую, это вот показ того, что наши режиссеры, они презирают русский народ. Вот этот, даже вот он, он вырос в Сарове, это атомный городок, вот как такое чумо могло вырасти. Вот, я особенно, меня поразил, но фильм «Горько» про свадьбу, я о нем плохо не могу сказать, потому что там упоминались мои земляки-туапсинцы, и туапсинцы гордятся, что они упоминались в этом фильме. А это кто в автобусе? А это наши родственники из Туапсе. И вот эта фраза, она теперь в Туапсе ключевая. Но фильм «Самый лучший день» вот это такое откровенное издевательство над своим народом, просто откровенное издевательство над своим народом. И особенно вот циничный конец, когда все они помирились, решили замуж выйти, жениться и так далее, и начали танцевать индийский танец. Это просто откровенный плевок в лицо. Это народ, который создал Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского, запустил «Человека в космос», балет, это народ, который внес в мировую культуру огромный вклад. И вот для этого Крыжопникова, для него все это индийский танец. Это человек, который презирает собственный народ, презирает, и, к сожалению, они все такие. Так,